сейчас 6 часов вечера мы выезжаем с пятничного рынка и отправляемся в сторону одного из торговых центров аланьи посмотрим сейчас каким образом происходит вход в торговые центры происходит он по особому хэс кода по приложению в общем друзья едем посмотрим что там ну и заодно покажу вам вечернюю всем привет дорогие друзья из аланьи новые распоряжения правительства по поводу жизни в стране вступили в свою силу вход в торговые центры разрешен по хэс коду по вот такому приложению либо хэс код можно получить отправив sms на номер 2323 вот таким вот образом происходит вход торговый центр если у вас этого приложения нет его можно скачать и вот здесь вот открывается с код мы находимся в одном из торговых центров и я вам расскажу о самых последних постановлениях правительства касаемо жизни в стране в связи с пандемией везде висят вот такие вот 14 правил защиты от вируса где говорится о том что нужно носить маски мыть руки стоят везде дезинфекторы и самые последние правила гласят о том что по стране запрещено перемещаться на личном транспорте в разные города то есть из анталии в испарты и в афьон уже поехать не можем без специального разрешения мы можем перемещаться только по территории анталии также из самого последнего если раньше можно было заходить в рестораны и брать что-то на вынос теперь в ресторанах можно еду только заказывать то есть вы не можете прийти что-то взять заходить в рестораны запрещено можно только заказывать также запрещено лицам до 20 лет и старше 65 пользоваться общественным транспортом также конечно же всем рекомендуется не принимать никаких гостей у себя дома закрылись хамамы сауны массажные салоны различные бассейны лунопарки и так далее все закрылись также запрещено празднование различных праздников в том числе новый год празднование нового года отменяется давайте сейчас прогуляемся с вами по торговому центру и посмотрим что же здесь происходит как я уже сказала вход по коду проверяет температуру и сканирует вещи но это как обычно сейчас поднимемся на фудкорт и посмотрим разрешен ли вход туда в торговом центре не так много народу потому что сегодня будничный день и уже вечер магазины работают в обычном режиме только ограничено время работы с 10 до 20 вечера поднимаемся с вами на фудкорт на фудкорте скорее всего все закрыто потому что разрешен только заказ даже нельзя заходить и брать еду вот таким вот образом друзья выглядит фудкорт сейчас в торговом центре аланюм это просто невероятно странное ощущение очень-очень печальное зрелище которого мы конечно же никогда не ожидали увидеть но вот так вот он выглядит совершенно пустой фудкорт все празднования отменены всем рекомендуется не ходить в гости и не принимать гостей такие празднования как свадьбы ограничены количеством только 30 человек закрылись хамам и сауны массажные салоны бассейны лунопарки и так далее все эти места прекратили свою работу также то что касается государственных учреждений они работают с 10 до 16 если например на производстве работает более 50 человек то они должны работать с соблюдением всех санитарных норм вот так вот выглядит торговый центр аланюм сейчас в магазинах как я уже сказала в принципе все одно и то же естественно детская зона закрыта все кафе закрыты магазины пока еще работают и то что касается перемещения между городами вы можете перемещаться на автобусе с приложением с и также посещение различных государственных учреждений банков и так далее возможно только с этим приложением из вашим кодом и вход в торговые центры также разрешен только с этим приложением которое считывают на входе еще одно правило касаемо непосредственно алании это то что рынке также будут работать понедельник-пятница вот эти вот передвижные рынки и на рынок тоже можно будет войти только с этим кодом и ограничено количество человек которые одновременно могут находиться на этом рынке зависимости от размера рынка это от 60 до 400 человек например в центре алани на рынке может находиться одновременно 400 человек каким образом они это будут контролировать я не знаю когда будет рынок в пятницу я вам обязательно сниму и покажу в магазинах все точно также продукты все ходят масках и то что касается макарон мы покупаем например вот эту вот марку они чуть дороже но это натуральные макароны из твердых сортов пшеницы есть также спагетти мы их очень пробовали они супер вкусные в магазинах я вам раньше показывала разрешено находиться только определенному количеству человек но поскольку народу немного никто в принципе и не считает но когда большое количество людей то тогда стоят на входе и также проверяют количество человек входящих магазин вот так вот друзья выглядит торговый центр алани мы в принципе торговые центры по всей турции новые ограничения новые правила ждем что будет дальше а дальше нас ждали новые запреты на новый год будет комендантский час целых четыре дня с 31 декабря с 9 вечера до 4 января до 5 утра также комендантские часы каждую неделю в конце недели у нас продолжаются с пятницы с 9 вечера до понедельника 5 утра и каждый день разрешено выходить на улицу с 10 утра до 9 вечера в общем друзья как я вам и сказала праздновать новый год мы будем все дома выезжаем с территории торгового центра алани и едем сейчас в сторону центра алани прогуляемся с вами по ночной набережной мы с вами еще не гуляли там в этом месяце ну и по центру вечерней ночной алани посмотрим что там и как мы уже на пятничном рынке некоторые магазинчики еще открыты как я уже говорила работают до двадцати ноль ноль также сетевые все магазины работают до двадцати ноль ноль здесь у нас расположено большое количество частных магазинов я думаю что этот район вы все прекрасно знаете особенно вот этот вот базар но сейчас к сожалению тоже все открыто все закрыто все закрыто видите хочется чтобы было открыто на самом деле все закрыто вот так вот он выглядит и сейчас мы направляемся с вами в сторону центральные улицы улицы оттатюрка на базаре магазинчики тоже открываются в 10 утра и работают ну сейчас зимой до пяти и открывается к сожалению тоже тоже не все обещала вам прогуляться по вечерней по ночной алани в декабре и сейчас у нас вместе с вами есть такая возможность обеспечить а а а а а на центральной улице некоторые магазины открыты некоторые закрыты кафе ну можно сказать что полузакрыты потому что сидеть в кафе запрещено возможно только заказывать а а а а а КОНЕЦ Сейчас мы идем по направлению к набережной. Как я вам говорила, в парках сидеть на пляже запрещено. Но спрашивали меня, можно ли гулять. Можно, пожалуйста, прогуливайтесь в свое удовольствие. Бассейн спустили. Совсем недавно в прошлом видео этот фонтан был полным. А сейчас, видимо, его на зиму уже спустили. Очень красивый этот парк. Думаю, что многие из вас его тоже знают, любят. Обязательно пишите в комментариях, кто был в этом парке во время свое пребывание в Аланье. Ну, а сейчас по прямой мы попадем на Аланийскую набережную. Пересекаем улицу. Вот там вот вдалеке начинается торговая улица, улица баров. Здесь стоят разные аттракционы и практически в нескольких шагах уже набережная. На набережной бываем мы часто. Вечером ходим гулять. Конечно же, народу немного. Много лодки, прогулочные яхты, на которых многие из вас катаются, когда приезжают в Аланью, ездят в туры вокруг Аланьи. Их увезли на ремонт. Сейчас пристань практически пустая. Стоят только очень маленькие частные яхты. Ну, и, конечно же, есть продавцы кукурузы. Очень любим мы вареную кукурузу вечером горячую, с солью. Кстати, сегодня, на самом деле, очень-очень тепло, несмотря на то, что 2 декабря. Вот так вот, друзья, выглядит набережная. Очень темно. Продавцов кукурузы, как я вижу, нет. Скорее всего, в связи с новыми ограничениями. Так, ну сейчас посмотрим, что у нас с лодками. Есть. Стоит некоторое количество частных лодок. Кто-то ловит рыбу. Играет музыка. Но, как вы видите, темно. И практически никого нет. Вот так вот выглядит наша набережная, друзья. Подсвечена крепость. И не забывайте заходить на нашу группу на фейсбуке. В описании к видео она есть. Айхан там очень часто делает прямые эфиры. И, например, вот сейчас он тоже делает прямой эфир. Также мы делимся там фотографиями и всякой разной интересной, полезной информацией. Здесь чуть светлее проезжая часть. Переходим на ту сторону. И здесь у нас растут потрясающие красоты. Огромные пальмы. Очень-очень красивые. Посмотрите, какие они мощные. Вот моя рука. Какие очень красивые. Я не знаю, ветки. Пальмовые ветви, да. Мощные невероятно. Очень красиво. Еще раз покажу вам набережную. Никого нет. Здесь знаменитая кафешка, где народ всегда пьет, чай отдыхает. Как вы видите, ни столиков, ни народу нет. Все закрыто. Здесь на набережной мы практически одни. Вот такие вот, друзья, последние новости. Вот так вот выглядит Аланья во время пандемии зимой. Что я хочу сказать? Хочу сказать, чтобы вы оставались все здоровы. И чтобы скорее это все закончилось. В следующем видео, в одних следующих видео, я вам расскажу о том, как у нас прошел этот год. Какие мысли насчет следующего. В общем, пообщаемся с вами. И вы тоже не забывайте писать комментарии. И подписываться на наш канал. У нас всегда много всего интересного. Я с вами прощаюсь сегодня. Всем всего хорошего. Будьте здоровы. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok